Этой осенью столицу ну просто не узнать. С московских улиц и домов исчезли, ну не все, конечно, но большая часть рекламных конструкций. Это тысячи перетяжек и десятки, если не сотни гигантских панно, которые порой закрывали целые фасады зданий. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил войну избыточной, но и подчас агрессивной рекламе. Сводки с боевых действий проанализировали корреспонденты городских технологий. Искусствовед Алексей Клейменко, проводя экскурсию по центру Москвы, подходит к одному из памятников архитектуры. Дом, построенный еще в 18 веке графом Шереметьевым и в советское время получившим печальную приставку «расстрельный», сегодня можно увидеть разве что на фотографиях в интернете. О чем думали люди, которые размещали здесь такую рекламу, на таком доме, на таком объекте, с такой историей? Центр Москвы до недавнего времени буквально пестрил кричащими вывесками, перетяжками и баннерами, из-за которых город терял лицо. Что интересно, градостроительные нормы никогда не разрешали устанавливать рекламу на исторических зданиях. Но вот как, например, несколько лет назад принималось решение о размещении знака «Мерседес» на знаменитом доме на набережной. Документально заверено, что Москомнаследие выступало против. После того, как было принято отрицательное решение Москомнаследия, знак не должен был быть размещен, а должен был быть демонтирован с крыши дома. Но, к сожалению, на тот момент было принято решение без согласования с Москомнаследием выдать разрешение на эксплуатацию этой рекламной конструкции. Новые городские власти наводить порядок на рынке уличной рекламы начали с проведения полной инвентаризации. Уже посчитали, что в пределах третьего транспортного кольца больше 40 тысяч рекламных конструкций. 65% установлено незаконно. За последние годы объем рекламы в городе увеличился практически в полтора раза. Отсутствуют и четкие правила игры для операторов рекламной отрасли. Никому неизвестные компании выиграют конкурсы на тысячи новых рекламоносителей без указания точных мест их размещения. С конца сентября в Москве начался демонтаж рекламы. В первую очередь незаконный, как, например, эта огромная установка на крыше, призывающая пить Кока-Колу. По центральной части города, а это территория в пределах Садового кольца, включительно Садовое кольцо, более 70% незаконной рекламной конструкции уже удалено. Согласно новой концепции, которую должны утвердить городские власти, в 2012 году крупногабаритной рекламы в Москве не будет вообще. Под полный запрет подпадут также растяжки на фасадах домов и транспаранты-перетяжки. Последние, по мнению экспертов, не только мешают любоваться городом, но и влияют на безопасность на дорогах. Однозначно сокращение рекламы приведет к снижению аварийности, ибо водитель будет смотреть не на женские красоты или не на красоты Мерседеса на рекламе, а только туда, куда он должен смотреть, на дорогу. Предполагается, что согласие на размещение рекламных конструкций нужно будет получать и у жителей близ лежащих домов, чтобы не получилось так, как произошло на Новом Арбате. Светодиодная установка элементарно мешает людям спать. Очень ярко. Ночью она светит в окно. Приходится полностью закрывать рулонными шторами. Меняются и правила размещения рекламных полотен на строительных сетках. Отныне разрешения будут выдаваться только после предъявления ордера на строительство. До сих пор зеленая подложка служила рекламным компаниям скорее в качестве лазейки в законе. Из 80 объектов, завешенных сетками, строительные работы велись только на 20. Пять лет висит строительная сетка, никакие работы ремонтные не ведутся, поэтому такая реклама считается незаконной. Уже в ближайшее время в московском правительстве должны разработать две схемы размещения наружной рекламы. Внутри садового кольца и за его пределами. На карте будут обозначены конкретные точки, где рекламе быть, а где нет. Таким образом, на рынке столичной рекламы появятся четкие правила игры, которых раньше не было. Говорят, что войны без жертв не бывает. Так каким же образом Москва, сокращая наружную рекламу, собирается компенсировать потери для городского бюджета? И кто заплатит рекламным фирмам, которые вынуждены отказываться от достаточно выгодных контрактов? Городские технологии изучили мнение обеих сторон, и вывод оказался очень неожиданным. Рынок наружной рекламы в Москве вряд ли назовешь высококонкурентным. Около двух тысяч транспарантов-перетяжек на улицах принадлежали всего трем компаниям. Более половины – 1078 конструкций – контролировал холдинг «Ньюс Аутдор» на 80% принадлежащие австралийскому медиамагнату Руперту Мердеку. 360 перетяжек принадлежат компании «Сити Текст», в акционерах которой есть Европейский банк реконструкции и развития. На третьем месте – компания «Магистраль» – 211 перетяжек. Участники рынка отмечают, никто не был готов к тому, что перетяжки исчезнут вовсе. И если потери рекламодателей легко восполнимы, они просто выберут другой рекламный носитель, то ущерб компании-операторов куда более существенен. Я думаю, что потери операторов, которые попали под ликвидацию типов рекламных носителей, наверное, можно оценить от 3 до 4,5 миллиардов рублей. Контракты с городом у многих компаний действовали до 2012 года, однако были прерваны досрочно в одностороннем порядке. Операторы перетяжек обращаются с исками в суд, подчеркивая, что помимо денежных потерь как минимум 3 тысячи человек могут потерять свои рабочие места. Одна из проблем заключается в том, что эти фирмы в свое время заплатили городу за право заключения долгосрочных договоров с городом. А теперь городская администрация в одностороннем порядке эти договоры расторгла. Московском правительстве считает, что ни о каких многомиллиардных потерях речь не идет. Общий объем компенсации пострадавшим операторам составит 90 миллионов рублей. Вопрос о правомерности действий города по сокращению наружной рекламы поднимался и столичной прокуратурой. Однако 30 сентября прокурор Москвы Сергей Куденеев отозвал свое представление мэру Сергею Собянину для доработки. В городском департаменте СМИ и рекламы напоминают, что существуют ГОСТы, запрещающие размещать рекламные конструкции над автомобильными дорогами, и не исключают, что в федеральный закон о рекламе будут внесены соответствующие изменения. Сегодня аналитики рынка, хотя и не умаляют потери операторов, но признают, что город имел право на ликвидацию перетяжек и сделал это вполне законно. Так как полотнища, которые печатают операторы на перетяжках, они не являются собственностью операторов рекламных агентств, они являются собственностью клиента. И за счет такого нюанса, потому что конструкция принадлежит агентству, а сама перетяжка принадлежит клиенту, было принято решение, что этот материал, сам баннер можно демонтировать. И юридически это действительно возможно. Разумеется, никаких протестов не может быть от фирм, размещавших рекламу по серым коррупционным схемам. Но самое главное, после проведения новых аукционов доходы столичного бюджета будут больше. Если рынок сократится в пределах 30%, то цена, я думаю, вырастет в пределах от 50% и выше. Она будет постепенно повышаться. Похожая история уже была с рекламой в метро и на транспорте. Убрав серую рекламу и заключив легальные договоры с операторами, город получил в 10 раз больше денег от вывесок на наземном транспорте и в 4,5 раза больше от рекламы в метро. Кстати, демонтаж незаконных конструкций ведется пока за счет бюджетных средств. Но по истечению работ город заявит фирмам-операторам исковые требования на возмещение затрат. Отказ от наружной рекламы – это своего рода тест на креативность для рекламного бизнеса. Ведь существует масса других способов, как можно продвигать те или иные товары и услуги на рынке, не используя те самые перетяжки или многометровое панно, закрывающее фасады зданий. Как выглядят эти инновационные технологии, узнаете из нашего следующего репортажа. 3D-инсталляции, QR-коды, интерактивные панели. Пока эти рекламные технологии известны узкому кругу специалистов, но вскоре они выйдут на широкую публику. Гонки вооружений, то есть гонки рекламных бюджетов, кто даст больше, тот и будет наиболее заметен. У того будет share of voice в каждом городе значительно выше. Этого, на мой взгляд, уже нет. Будущее за более технологичными конструкциями, то есть конструкции интерактивные, где есть возможность звука, света, вращения каких-то спецэффектов. Тарас Критюк – один из тех, кто рассчитывает построить бизнес на новых технологиях в рекламе. Его цель – внедрить мультимедийные форматы, адресованные целевым аудиториям и каждому конкретному человеку. Например, эта инсталляция снабжена определенными датчиками, которые как бы сканируют человека. В зависимости от типа установки, она может быть внедрена как в торговых и офисных центрах, так и на улице. Когда я приближаюсь к этой инсталляции, датчик уже на расстоянии считывает с меня информацию, то есть кто я. Он определяет пол, примерный возраст. И из базы той рекламы, которая в инсталляцию уже туда вложена, то есть когда я прохожу мимо вот этого стенда, то есть отображается именно та реклама, которая нужна мне как потенциальному потребителю, вот именно того, чего мне нужно. Подобные технологии уже применяются в видеоарте. Игорь Татарников – один из партнеров Критюка. Вместе они уже создали несколько проектов на стыке рекламы и видеоарта для галерей современного искусства. Итог – необычные инсталляции позволили привлечь внимание молодой и наименее восприимчивой к традиционным формам аудитории. Сейчас я покажу, просто сгенерировав код на айподе. Вы подносите его к веб-камере. И могу записать фрагмент видео. Тут же через несколько секунд оно появляется на большом экране. В том, что будущий рекламный рынок станет во многом таргетированным, не сомневается никто. Очевидно, на первый план постепенно выйдут нестандартные решения. И в лидерах уже сегодня разработчики высокотехнологичных устройств. Летом 2011 года фирма-производитель мобильных телефонов разместила на улицах Москвы рекламные лавочки в форме своего нового продукта, оснащенные Wi-Fi. Данная акция нам показалась эффективной, потому что лавочка – вещь полезная, обращающая на себя внимание. И она была расставлена в таких местах, где современные люди пользуются мобильными активными устройствами, пользуются интернетом. Пока бизнес и власти договариваются друг с другом о способах продвижения товара, проблема единого регламента на размещение рекламы остается нерешенной. До сих пор законодательство Москвы регулирует в первую очередь финансовые отношения, но не внешний облик конструкций. Пока, чтобы выработать как-то даже какой-то подход, нужно хотя бы собраться и поговорить об этом. С художественной точки зрения, с какой-то человеческой, с точки зрения восприятия всего этого, этого очень не хватает. По словам архитектора Александра Айропетова, загнать рекламу в формальные эстетические рамки нельзя, но учитывать мнение профессионалов надо. В Петербурге, например, создан Совет по градостроительству и архитектуре, и многие важные решения, касающиеся облика города, проходят через общественные слушания. Война с избыточной рекламой важна не только сама по себе, но и как часть новой философии управления, которую в течение последнего года демонстрируют новые московские власти. Смысл ее в том, чтобы бизнес и город не воевали, а сотрудничали, причем не в ущерб друг другу. На этом все. С вами были «Городские технологии» и я, Дмитрий Щугорев. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин